Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Реконструкция пункта пропуска Нижний Заромак позволит увеличить пропускную способность и во многом решит проблему с пробками. Глава таможенного комитета ответил на вопросы журналистов. Подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2023 год. Определены приоритетные направления по повышению эффективности оперативной и аналитической работы. Президент принял участие в коллегии Комитета государственной безопасности. В рамках международного форума в центре «Сириус» представители молодежи обвиниваются опытом и налаживают сотрудничество. В дискуссиях госслужащей «Новой волны» выступил куратор молодежной политики администрации президента Андрей Уттаев. Реконструкция пункта пропуска Нижний Заромак позволит решить проблему очередей на госкранице. Пропускная способность поста увеличится на 400 транспортных единиц среднесуточно. Об этом заявил глава таможенного комитета республики Александр Чочев во время встречи с представителями СМИ. Чочев рассказал журналистам об итогах рабочей встречи президента по вопросам реконструкции пункта пропуска Нижний Заромак. В пресс-центре «Спутник» состоялся брифинг главы таможенного комитета Александра Чочева. Он рассказал об итогах рабочего совещания по вопросам реконструкции таможенного пункта, в котором накануне принял участие глава государства Алан Гоглоев. Реконструкция таможенного пункта Нижний Заромак позволит увеличить пропускную способность поста и во многом разрешит проблему с пробками на таможне. Президент именно акцентировал проблему именно на том, чтобы улучшить пропускную способность. И на сегодняшний день ежедневно, по данным наших российских коллег, перемещаются от 700 до 1400 транспортных средств. В результате реконструкции будет увеличено и будет плюс 400 транспортных средств дополнительно. На встрече также обсуждался вопрос нехватки сотрудников пункта пропуска Нижний Заромак. Президент именно особое внимание всех участников обратил на то, что независимо от того, сколько полос будет на посту Нижний Заромак, если количество инспекторов и сотрудников не будет увеличено, то проблема с так называемыми пробками, с скоплением транспортных средств не будет решена. В результате чего российские коллеги пообещали, что со всеми заинтересованными сторонами они посовещаются и придут к общему решению. Александр Чучев добавил, что вопрос транзита через Южную Осетию не обсуждался в ходе рабочего совещания. Тема транзита через Южную Осетию не обсуждалась. Сейчас Югостинская сторона ждет окончательный вариант проекта реконструкции пункта пропуска. По предварительной информации он будет готов в мае и представлен на согласование главе государства Республики Южная Осетия. Агунда Губозова, Сармат Гузитаев, информационный выпуск. Сегодня. Президент Алан Гаглоев принял участие в коллегии Комитета государственной безопасности, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2023 год и определены ключевые приоритетные направления по повышению эффективности оперативной и аналитической работы. Отчет об работе ведомства и планы на текущий год озвучил председатель КГБ Олег Ширан. Глава государства поблагодарил сотрудников КГБ за профессионализм и готовность решать оперативно все поставленные руководством страны задачи. Он отметил, что предстоящие выборы президента Российской Федерации являются важным событием в общественно-политической жизни нашей республики. Необходимо максимально ответственно подойти к вопросам обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов. Президент добавил, что с учетом сложной геополитической обстановки возрастает вероятность обострения и дестабилизации обстановки в приграничных районах со стороны некоторых западных спецслужб. В этой связи необходимо предпринять меры по усилению линий контрразведки, повысить меры по охране госграницы, повысить эффективность оперативного реагирования на возможные провокации. Этим направлениям необходимо уделить особое внимание, сказал Алан Гагуев. По его словам, сотрудники КГБ успешно ведут борьбу с экстремизмом и коррупцией, уделяется внимание вопросам обеспечения экономической безопасности, проводится работа по укреплению сотрудничества с ФСБ России, с погрануправлением ФСБ России в Южной Осетии. В завершении встречи президент передал КГБ автомобиль УАЗ «Патриот». В Сочи продолжает свою работу международный форум на территории образовательного центра «Сириус». Крупнейшее международное событие собрало 20 тысяч участников со всего мира. Молодежный фестиваль – это возможность для диалога. Каждый может высказать свою позицию и быть услышанным. Объединиться ради решения социальных проблем и помощи в строительстве справедливого мира. Югостинские делегаты принимают активное участие в работе форума. В рамках дискуссии «Госслужащие новой волны» с докладом выступил куратор молодежной политики администрации президента Андрей Оттаев. Подробности далее. В рамках дискуссии «Госслужащие новой волны» в центре «Сириус» выступил куратор молодежной политики администрации президента Андрей Оттаев. Тема его доклада касалась формирования новой управленческой элиты Южной Осетии, современных подходов на основе национальной специфики. Он также рассказал об этапах становления Республики Южная Сетя после войны 2008 года. Было отмечено, что сегодня республика встает на рельсы развития, а благодаря поддержке Российской Федерации завершен процесс восстановления разрушенного за годы войны народного хозяйства. Одним из них является создание эффективной системы управления, способной в побережащем режиме реагировать на возникающие вызовы и обеспечивать реализацию национальных интересов по всему спектру ключевых направлений. Это по определению невозможно без подготовки нового поколения молодежных лидеров, новой генерации молодых управленцев, которые смогут более активно использовать в своей деятельности современные управленческие технологии. Андрей Утаев подчеркнул, что руководство Юго-Осетинского государства старается вовлекать молодежь в процесс управления государством. Есть полное осознание того, что республике нужны молодые активные управленцы. Причем молодежь, воспитанная с опорой на патриотизм и остинские национальные традиции. Высокая социальная активность у гостинской молодежи, проявленная в переломные моменты нашей новейшей истории, подтверждает актуальность этой задачи. В этой связи перед администрацией президента Южной Осетии поставлена цель создать адекватную потребность об развитии республики, постоянно действующую систему отбора и подготовки молодых лидеров и управленцев, работающих на базе лучших современных практик. Программа Всемирного фестиваля включает мастер-классы, дискуссии, тренировки, выступления творческих коллективов, ток-шоу с известными артистами. Представители молодежи из Южной Осетии задействованы на всевозможных площадках фестиваля. Они участвуют в образовательных, культурных, научных и спортивных мероприятиях. Сегодня я нахожусь на Всемирном фестивале молодежи в городе Сочи. Очень приятно слышать, видеть наших братьев в Южной Осетии. Очень приятно было слышать наш родной язык среди множества языков нашего мира. Все очень круто, все на высшем уровне. Надеюсь, данные мероприятия будут происходить чаще и будут участники со всего мира, потому что данные мероприятия пропускать ни в коем случае нельзя. Хочу пожелать отличного настроения, заряда бодрости. И дерзайте, вперед! Я нахожусь на Всемирном фестивале молодежи 2024. Это просто невероятное мероприятие, куча интересных людей. Каждый день, где знакомишься с новыми иностранцами, узнаешь, что это интересно в их культуре. А Южная Осетия, я желаю процветания. Как отметили участники из Южной Осетии, Всемирный фестиваль молодежи – это отличная площадка для обмена опытом и развития молодежного сотрудничества. Алена Аутаева, Вадима Кумаридова, информационный выпуск сегодня. Продолжается строительство моста на улице 13 Коммунаров. Темпы строительства повышаются. На сегодняшний день на площадке завершен этап с применением буровой техники. Выполненные работы соответствуют необходимым требованиям. Мост будет отличаться высокой прочностью. О следующих этапах строительства узнаем из материала Яны Плеевой. Специалисты завершили важный этап работ с помощью буровой техники, говорит председатель Комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Алан Габараев. Новый мост – один из значимых и масштабных объектов, который возводится в рамках инвестиционной программы. На данный момент уже выполнен внушительный объем работ. Строители возвели и регуляционную часть. Мост будет отличаться высокой прочностью и прослужит не один десяток лет, уверяют специалисты. Для этого вглубь земли уходят усилительные сваи по 9 метров. Мост будет отличаться. Следующим этапом строительства станет установка плит для третьей опоры, а после начнется стяжка полотна. В мае строители планируют приступить к обустройству тротуаров, монтажу перил, укладке асфальта и брусчатки. Параллельно специалисты начнут облицовку перехода, которая будет выполнена из натурального местного качественного камня. Как только полотно будет готово, для удобства жителей мост будет запущен. Работы по облицовке продолжатся в нижней части моста и не будут мешать полноценному функционированию моста. Детский лагерь на 150 мест расположился в одном из красивейших уголков Дзавского района на площадке бывшей турбазы союзного значения МЗИГОМ. Строительные работы идут третий год. Создаются все условия для полноценного отдыха. На сегодняшний день работы на объекте подходят к завершению. А это значит, что в ближайшее время заработает полноценный всесезонный лагерь со всей необходимой инфраструктурой и условиями для комфортного отдыха, интеллектуального, творческого и спортивного развития молодежи. Строительство детского лагеря в ущелье МЗИГОМ ЗАУСКОГО района близится к завершению. Окончены мероприятия по подведению инженерных коммуникаций, установлены окна и двери. На данном этапе рабочие заняты внутренними отделочными работами. Проводятся плиточные работы, выкладка ламината и покраска стиль. Основной фронт работ ведется в административном здании, где также будет располагаться и столовая. Фаза сейчас идет на внутреннюю отделку по всем пяти домам и административное здание. У нас уже подключены и вода, когда взятся электроснабжения, то есть все сети наружные уже полностью проведены, сделаны. Осталось только монтаж и эти работы, узконалочные монтажные работы. Рабочие бригады закончили облицовку фасада. Теперь в перечень работ по проекту внесено благоустройство прилегающей территории. У нас сейчас пять домов уже фасад полностью сделан, облицовка. Вот уже на днях хотим приступить к работам на большом административном планете по устройству фасада. То есть вот обводные условия подвели, потому что тут снег до сих пор не растаял. Это чуть-чуть тормозит наружные работы. Как потеплеет, начнутся все наружные работы по благоустройству, уже подготовку под асфальт. Лагерь планируют сделать не только сезонным, а использовать его круглогодично. На днях там приступили к процессу газификации. Об этом в программе «Добрый вечер, осетя» говорила и глава района Ванда Тибилова. На территории лагеря будут расположены административно-хозяйственные зоны. Здание, спортивные площадки, амфитеатр, небольшие зоны отдыха. Одновременно в живописнейшем месте в комфортных условиях смогут отдохнуть около 150 человек. Анжела Кукоева, Арина Атмедоев, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. Большинство политиков Грузии ясно понимают, что при существующей сегодня военно-политической обстановке попытка расшатать ситуацию – не самый лучший вариант для Грузии. Отметил в своем комментарии нашему телеканалу глава информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов. Наша съемочная группа попросила эксперта озвучить мнение по поводу начавшихся в Грузии военных учениях. В Грузии стартовали многонациональные военные учения с озвученным названием «Троянский след 24». Как известно, в милитаризации официальный Тбилиси с большим воодушевлением поддерживают командование сил специальных операций США в Европе. В целом, если, конечно, оценивать их проведение с точки зрения угроз безопасности Южной Осетии и России, то, в принципе, конечно, хорошего мало. В том плане, что отрабатывается взаимодействие спецподразделений армии Грузии с теми же американцами, с теми же британцами, поляками и так далее. То есть, фактически, те страны, которые сейчас вовлечены наиболее активно в военную поддержку Украины, фактически, их спецподразделения, как мы все знаем, участвуют там под видом ЧВК в этой войне, они сейчас будут отрабатывать определенные задачи на территории Грузии. То есть, конечно же, этот момент не может ни напрягать. И тот факт, что Грузия продолжает активное военное сотрудничество с блоком НАТО, с Соединенными Штатами, это также показывает о том, что их приоритеты, их реальные приоритеты, они не меняются. Вместе с тем, считает Вазагов, большинство политиков Грузии ясно понимают, что при нынешнем военно-политическом раскладе попытка расшатать ситуацию не самый лучший для Грузии вариант. В Грузии, где, значит, испытывали определенную эйфорию в 2022 году относительно перспектив СФО, у них были какие-то иллюзии в том, что Украина с помощью Запада сможет переломить ситуацию в свою пользу. Начиная с провала широко распиаренного контрнаступления украинских войск, эти иллюзии, эти настроения в Грузии пошли на спад. И более того, когда они наблюдают картину, как, значит, российские войска, российская авиация разносит, значит, долговременные укрепления украинской армии, то, конечно же, в Грузии остается еще меньше желающих испытать на себе подобного рода воздействия. Поэтому градус реваншизма, градус агрессивности со стороны грузийских островов, я думаю, что он и дальше будет идти на убыль, прямо пропорционально успехам российских войск в ходе СФО. Вазагов отметил, что на сегодняшний день ситуация стабильна, однако необходимо отслеживать процессы, происходящие в Грузии, и контролировать ситуацию на границе. Как мы знаем, по имеющейся информации, значит, наша республика вместе с Российской Федерацией уделяет этим вопросам повышенное внимание. Значит, в первую очередь речь идет о мерах по предотвращению различного рода провокаций на границе и, как бы, других направлениях нашего тесного взаимодействия, именно по части обеспечения безопасности. Безопасность границ республики обеспечивается при помощи российской стороны и есть полная уверенность в том, что республика под надежной защитой. В преддверии 8 марта мы рассказываем о женщинах, которые посвятили свою жизнь обучению детей. Каждому преподавателю важно чувствовать, что силы, время и знания потрачены не зря. В следующем репортаже расскажем о Мадине Теховой, творческой личности, которая погружена в мир музыки с юного возраста и передает любовь к прекрасному своим ученикам. Елена Газаева продолжит тему. Она каждый день вдохновляет своих учеников на творчество и самовыражение через музыку. Мадина Зауровна Техова – педагог с многолетним стажем. Умело находит общий язык с учениками и извлекает музыкальные способности из каждой души. С детства Мадина Зауровна была погружена в мир музыки и искусства. Ее всегда интересовала музыка, начиная от классической до современных направлений. Во многом, наверное, мою судьбу, кроме того, что мне посчастливилось учиться у таких педагогов, моя семья сыграла очень большую роль. Папа мой всю жизнь работал в Симде, может, вы слышали, Техов Заур Николаевич. Мама у меня прекрасно играла на аккордеоне. Впервые меня к Феликсу Шалычу привел мой отец. И он привел и сказал, вот Марина будет учиться в училище. Я сама захотела учиться. Моими педагогами были величайшие люди, такие как Феликс Шалчалборов, Шведова Вера Сергеевна была, Хитагурова Русудана Афанасьевна Скрипач. Она нам преподавала камерный ансамбль. Ну, можно сказать, что у меня были самые лучшие педагоги. Фортепиано становится продолжением души, и каждая нота, сыгранная ею, словно рассказ о ее внутреннем мире, о чувствах и переживаниях. Сегодня она признанный мастер своего дела. Исполняет произведения мировой классики с такой глубиной и страстью, что каждый, слушая их, замирает. Педагог по фортепиано – это не просто профессия, это ее призвание. И самое главное – она внушает своим ученикам любовь к музыке. Мадина Зауровна показывает им мир, который можно создать с помощью звуков и мелодий. Уже 40 лет, как я работаю в этом училище. У меня, наверное, около пяти студентов, которые поступили в высшее учебное заведение, и сейчас продолжают свою работу в разных городах России. Ну вот, в этом году нам посчастливилось, и в мой класс попало три студента. Вот одна из них сегодня играла. Перед вами Аннушка Плеева. Дети очень ударенные. В преддверии праздника Мадина Техова поздравила своих коллег и всех женщин республики с прекрасным праздником весны. Добрых улыбок, хорошего настроения, творческих удач в профессии. Мадина Зауровна полна сил и дальше раскрывать потенциал юных музыкантов, даряя вдохновение и желание создавать музыку. Лена Газаева, Рауль Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Республике переменная облачность, дождь. В Знаурском районе днем плюс 10, ночью плюс 2. В Цаусском районе днем 9 градусов тепла, ночью плюс 1. В городе Квайса днем плюс 7, ночью плюс 1. В Ленингорском районе днем 12 градусов тепла, ночью плюс 3. В столице Республики в Цкинвале днем 11 градусов тепла, ночью плюс 3. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.